Деньги неоткуда На который можно просто смотреть и после этого у вас будет появляться в жизни большой материальный благополучие. Я объясню как сделать так, чтобы взяли на работу, объясню каким образом сделать так, чтобы прощали долги. Также я вам буду давать много-много всевозможных коротких и длинных мантр, которые позволят нам сделать вас в бумбу, после этого читать в магазине, чтобы люди были. Я дам вам определенные слова, которые будут на арабском языке. Почему на арабском языке? Потому что есть люди, которые исповедуют культ ислам и для этих людей, наверное, будет правильно читать свои слова. Также очень интересные механизмы, о которых я завтра буду рассказывать, позволят вам улучшить состояние вашего бизнеса. Сделай так, чтобы люди находили вас. Я объясню как сделать так, чтобы начали смотреть на вас, восхищаться вами. Если будет все хорошо, то я вам дам еще специальные мантры, которые заставят людей окружающих видеть вас, тех людей, которыми можно восхищаться, которым можно приравниваться и которые будут видеть вас что-то очень красивое. Да, интересно. Готовы? Ребята, вы понимаете особенность? Я в свое время делал, как я знал. А я думал, что если я найду какую-нибудь квинтэссенцию, то после этого эта квинтэссенция сделает меня обязательно богатым. Не изменяя свое отношение к деньгам, допустим, видя деньги в чужих руках, я испытывал состояние страдания. Не без конца существовала вот эта жадность, зависть, понимаете, калькулятор. После того, когда я начал практиковать методы, которые я пытался найти, то есть это были методы там со свечами, вы наверное знаете, там паучки, там денежки, там закапывал, откапывал, ниточками завязывал и там только что, что там только не происходило. Воском капал, там чем только не занимался. Так вот, чем больше я занимался магией, тем тяжелее вот эти вот мои состояния становились. А теперь мы знаем почему. Я получается все равно включал энергию денег, а энергия денег это те чувства, которые возникают во мне тогда, когда я думаю о деньгах, общаюсь с деньгами или каким-то образом их трогаю. То есть что это во мне взращивало? Это взращило во мне дополнительную жадность, дополнительную трусость, дополнительное неверие, понимаете, хитрость какую-то и так далее. То есть вместо того, чтобы сначала предварительно изменить себя, а потом заниматься эзотерикой, я начинал сначала заниматься эзотерикой и это приводило меня к тому, что мне было только от этого хуже. Дошло до того, что вообще деньги исчезли из моей жизни и после этого пришлось еще долгое время ковыряться и находить возможности и понимать почему и от чего это произошло. Нет более эзотерики, чем осознание. Представляете? Вот это осознание, которое у вас уже появляется, наверное делает вас теми людьми, которые теперь понимают. Энергия денег, она устроена по принципу, если ты получаешь от этого удовольствие, то тогда они у тебя будут. В случае, если ты отдаешь и радуешься, то тогда они у тебя будут. В случае, если ты принимаешь и радуешься, тогда они у тебя будут. В случае, если ты живешь так, чтобы твоя жизнь становилась дороже, я кстати рассказывал об этом, да? То есть в ней появляется удовольствие, плюс радость, плюс отдых, плюс эстетизм, то тогда, наверное, в твоей жизни появляется и стоимость твоей жизни, которая обуславливается, наверное, вот таким эстетизмом. Тогда твоя стоимость увеличивается и только за счет этого у тебя увеличивается стоимость, приход денег в твою жизнь. Естественно, если ты себя угнетаешь, если ты постоянно себя унижаешь, если у тебя до сих пор присутствует жадность, хитрость, если ты разорванный весь и у тебя постоянные нервные состояния, ну какие магические манцы и панцы могут помочь нам что-либо в жизни привлечь? Правильно, да? Именно поэтому, когда мы говорим, Андрюша, а можно вот это все убрать, а начать сразу, там, видям дыхи махешвари, самастамад хедам дыхи дыхими парамешвари, там еще и что-то, еще и что-то. И после этого я говорю, но как же это может произойти, если я сейчас вам это дам и у вас не изменится внутренняя осознанность процесса и понимание, что такое вибрация денег, то тогда это только нарушит вашу гармонию и после этого будет только хуже. Правильно? Именно поэтому мне приходится давать вам сначала концепции какие-то и после этого объяснять, что такое практика. Концепции и после этого объяснять, что такое практика. Знаете, мне тоже очень близко давать одни практики, одну магию, но я понимаю, что дать одну магию, это дать человеку гранату и ждать, когда он все-таки умудрится что-то в себе изменить. Правильно, да? Ну что ж, я был рад сегодня с нами всеми общаться. Я надеюсь, что то, та информация, скажите, та информация, которую вы получили сегодня, она вам понравилась? Где-то она была эксклюзивной для вас? Хорошо. А я же вчера вам это дал под диктовочкой. Скоро у меня сегодня будет много-много людей в магазине, да? Приставил и раскрутил левую. Я левую руку держу перед собой, а правой рукой кручу. Да, потом, если не получается, можно правую. Потом, если не получается, выдыхаю, если не получается, выдыхаю. Скажите, кто-то сегодня пробовал это делать? Ну и что? Я вам сразу же скажу. Если практика выполняется правильно, то у вас к вечеру должна быть сумасшедшая усталость. Да, если вы сделали правильно, это сработало, то до вечера должна быть жуткая усталость, аж с ног падает. Почему? Ваши программы утренние, они закрываются вечером, в момент закрытия тяжелая усталость. Ребята, вы сейчас как маленькие дети. Я вам объясню, почему. У вас, получается, есть ложка и есть столик, но вас никто никогда еще не учил кушать. Вы взяли еду, сейчас ее на голову насыпали, там, сзади спины насыпали. Вы должны понимать, что работа с энергиями, она идет через призму еще и нашего энергетического тела. Понимаете, не бывает так, чтобы за один день что-то произошло. Ну, семь это минимально, понимаете. Семь дней это минимум вообще. Вы уже этим можете заниматься дома, мы обязательно это все сделаем здесь и обязательно еще вернемся к практикам последовательного выполнения. Что у нас еще будет? У нас еще будет убирание проблем, там, на свече, на бумаге я буду объяснять, как это убирать. Я объясню, почему они появляются, что с этим можно делать. Завтра я вам дам вот эти методы, связанные с бизнесом, с трудоустройством, с работой, там, вот, со всеми вот этими элементами. Также у нас будет один день, когда мы будем изучать паранормальные способности. Я объясню, что такое ясновидение, как его можно развить у себя, что такое практики расщепления, каким образом можно находиться в состояниях расщепления. Я объясню, как мы можем ощущать человека, как мы можем построить у себя компас, который позволит нам найти человека. И как даже в свою жизнь мы можем привлекать кого-нибудь или отталкивать, если это нужно. Позвонили, если энергококон очень хорошо работает, то достаточно. Если он у вас чистый, энергококон, там мало мыслей, то тогда ваш энергококон заставит этого человека позвонить, просто о нем достаточно вспомнить. Но вы же только начали, вы его гипотетически почистили, энергококон. Так вот, вам для того, чтобы почистить энергококон, нужно сделать это хотя бы, ну, с десяток раз. Он у вас за один раз не очищается. Но еще, вы должны понимать, после того, когда вы почистили энергетический кокон, то нужно обязательно обвести помещение и его очистить. А еще, перед тем, как вы почистите энергетический кокон, вы уже должны автоматически находиться в чистом пространстве. А я хочу вам задать вопрос, а вы находились в чистом пространстве? Так. Нет. А я вот просто, что вы сказали, когда самый, вот, если дом двухэтажный, вот чистый. На первом этаже. Все, до свидания. А машина тоже у нас чистый, как раз, у вас в машину, да? Я в машине, можно чистить или так же точно? Конечно, машину можно точно так же чистить. Обвели после этого ее, взяли ее в энергетический кокон и так далее. Я завтра расскажу, как сделать так, чтобы гаишники не останавливались. А еще расскажу, как остановились, вы вышли, он говорит, ну все, счастливая дорога. Лучше, самый лучший эффективный метод очищения пространства, это все-таки визуальный образ, визуальный образ сжигания, и после этого прозрачности, и после этого внутреннего свечения. Нет, нет, это можно сделать в том месте, где вы находитесь. То есть вы можете просто вот сидеть в этом месте, обвести, сделать энергетический кокон здесь. И после этого здесь можете это все почистить. Каким образом? Хлопнул в ладоши, приставил, будто все горит, подождал чуть-чуть. Хлопнул в ладоши, приставил, будто вокруг стало все прозрачным. Хлопнул в ладоши, приставил, будто все из середины начинает светиться. После этого сделал вдох-выдох, через 30 секунд могу уже выполнять следующий этап этой практики и раскручивать свой энергетический кокон. Или представляю, раскрутил в одну сторону, после этого подождал 30 секунд, в другую. После этого смотрю на чей-то телефон и думаю, вот, надо же. Хорошо было бы, если бы Дима позвонил. В этот момент этот человек начинает усиленно о вас думать. Если перед сном сделать длинные выдохи и короткие вдохи, то вы не будете спать. Да, если перед сном сделать... Утром лучше. Утром. Утро самое лучшее время. Я вам потом еще раз отвечу на вопрос. Смотрите, левую сторону, если крутится, это привлекает. Правую сторону очищает. Поняли? Здесь полярности, они не такие простые. Левая сторона, это грубо баллон, который крутится вот сюда. И правая сторона, это баллон, который крутится вот сюда. Представляете, да? То есть у нас они между собой отличаются, но крутятся в одну симметричную сторону. При этом этот сюда втягивает энергию, этот вот сюда делает завихрение. Наша энергия, она вот так крутится. При этом у мужчин расширяется внизу, у женщин сужается. Таким образом, если я вот сюда кручу, то это тоже хорошо, но это не совсем для нас. То есть это не совсем по нашему ходу жизни. Все-таки нужно крутить вот так. Видите? Вот так. Правой рукой от себя. Да, правой рукой от себя назад. И длинный... Вот таким образом. Да, здесь я представил ярко магазин. Не забываем, что там есть яркая эмоция. И только после этого формируем, раскручиваем. А кому-то надо спать. Да, нет. Все, до свидания. Если кого-то обиделся, обидел вернее, то тогда у вас есть два варианта. Либо сказать, а я ни при чем. Либо обидеться на меня. Либо написать мне письмо с проклятием. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.